Всем привет! С вами Наташа. Рада вас приветствовать на своем канале. Я нахожусь в Бресте, пригород Бреста, Беларусь. У меня много новых зрителей и просят, Наташа, скажи, откуда ты? Беларусь, Брест, пригород. У нас 3 километра от Бреста. Сегодня снимаю на вторую камеру, которую мне Антошка второй телефон подарил. Но на нем, конечно, я себя прям не узнаю. Немного лицо искажает, но уже как есть. Тот телефон сел. Что сегодня планирую делать? Укрыть виноград, вот этот, который я покупала. И что мне зрительница подарила вот здесь и вот там еще Игорь посадил. Его надо укрывать. Посмотрела видео в интернете. Там есть такой способ. Она мне сказала просто землей присыпать. Ну, а я потом думала, как его весной откапывать. Поэтому посмотрела. Неудобно еще держать. Что мешком с под комбикорма, с под сахара накрыть. Лозу немножко пригнуть, но так, чтобы она не в земле была. Мало ли, если будут утепить, чтобы лоза в воде не была. Пригнуть лозу, сверху мешок и засыпать сантиметра десять где-то землей. Но это, я как поняла, где сильные морозы. До минус 27. У нас вроде давно таких морозов не было. Но все равно укрыть надо. Но еще мне мама сказала, Даша, это эти саженцы, что ты показывала. Ну, что заказывала молоденькие. Тоже надо корневую снизу утеплить. Поэтому сегодня у меня по плану укрыть виноград, утеплить саженцы. И еще Игорь сказал выбрать семена из тыквы. Там у меня две больших кормовых тыквы. И вот с нее выбрать надо будет семена. Так что, такая у меня сегодня план работы. Оставайтесь со мной, будем работать. Так, классно здесь вот эту вот обрешетку сделал. То есть так можно назвать. Для винограда. Я попросила, Игорь, сделай вот так, продли. Как бы еще столбик вот тут вот копай. И тоже в доске разметку сделай. Здесь у него помимо досок в середине вот так он проволоку. Даже не знаю, да, в это сверлил. Сверлил и в отверстие вставлял. Вот здесь тоже получается брусок. В самом столбике. Ну, неплохо сделал. Вот держатель такой для винограда. Но этот виноград такой, мелкий, для вина. Типа винный. Хотя вино у нас никак не получается. Не знаю почему. Какие-то он рецепты берет, и оно все кислое. Мы с мамой любим сладкое. Вот это получается виноград, который зрительница дала. Он укрывной. Вот видите, он две лозы закрепил. Я говорю, тебе же сказали, что его надо укрывать. Он на меня смотрит глазами. Ну, этот же не укрываем. Я говорю, ну, а этот теплый. Ну, в теплых регионах. Поэтому сейчас это все буду откручивать. Лозу пригибать. Возьму мешок с-под картошки. И накрою сверху. И буду присыпать землей. Ну, и вот эти. Я боялась, что он убрал этикетки. Ну, там убрал. Короче, здесь название есть. Там третье надо будет посмотреть. Вот это тоже зрительница подарила. Видите, столбики вкопал, привязал. Все. Свою работу сделал. Хотя ему сказали канаву глубокую сделать. Чтобы туда укладывать виноград. И потом землей присыпать. Но, видите, канаву он не сделал. Ну, как сделал. Добрый хоть и так пересадил. Поэтому палки сейчас эти выему. Виноградик, как получится, прижму. Он молоденький. Видите, маленькие побеги такие дал. Совсем малюсенькие. И вот даже страшно, чтобы не поломать. Это вообще он, малюпуська. Может, даже и перегноя немножко в эти ямки положу. Чтобы как и удобрение было. Там, смотрела, еще обрабатывают железным купоросом. У меня есть медный купорос. Я вот думаю, может, медным лучше весной. А сейчас ничего не делать. Боюсь попалить. Они еще молоденькие. Поэтому, наверное, всяких этих химий не буду. Оно и в землю же пойдет. Вот уже, если что, по весне обработаю. Виноградом никогда не занималась. Это первый раз. Поэтому, как сделаю, так сделаю. Строго не судите. Так, пришла за тачкой. Тачка у меня занята. Я забыла, что я сюда опилки высыпала. Игорь, мокрых опилок набрал для Миртал или Тоши? А я говорю, куда ж мокрые? Они для того, чтобы впитывать. А ты мокрых набрал. Ну, а просохнут. А-а-а. Вот тут чуть-чуть краешки просохли. А остальное все мокрое. Сейчас, наверное, я высыплю все это в курятник. Подсыплю. Там оно быстрее испарится. Оно и, по крайней мере, будет свежесть. И мне тачка нужна. Поеду за навозом. Меня спрашивали. Наташа. Вы на огород какаете? Такой интересный комментарий был. Сейчас, ну, за 10 лет ведения канала разного начиталось. Но такой интересный вопрос. Нет, мы на огород. Никакая у нас центральная канализация. Вот. А раньше, да, бабушка моя выносила вот этот туалет, как выгребная яма, на огород. Вот. А у нас нет. У нас куча компостная. Мы туда навоз с этих, от свиней, от курей туда выкидываем. Всякие очистки я туда ложу. Короче, отходы, которые вот там что-нибудь чищу с огорода. Я помидоры не выкидываю. Помидоры, они болеют. Поэтому то, что с помидор, мы сжигаем. Пожертвовала лампочку самую яркую. Пришла, она моргает. Пошла за другой, которая желтая. О. И моргает. Не знаю. Ведет Игорь, он у меня электрик. Скажу, что по сте может из-за сырости проводка. Ну, вот у меня патиссоны, кабачки. Цыплята уже доедают. Сейчас я им подсыплю. Потому что, видите, там все угажено. Подсыплю и убирать будет легче. А то сейчас как морозы дадут, и все примерзнет. Но все, красота. Не знаю, что мне это напомнило. Как хозяйка под ковер мусор прячет. Так и я. Ковром накрыла. И все, уборка сделана. Все, поеду сейчас за навозом. Куры напугались. Все на улицу выскочили. Вот это пестренький. Это петушок. Рядом. Вот петушок. Петушок. Где-то еще белый. Он слетел. Вот там белый петушок. Три петуха. Вот четыре петуха. О, еще где-то пятый петух. Не знаю. Короче, пять петухов. На выборосе, что будет. А, красный вот. Пятый. Некоторые без хвостов. Не знаю. Вроде еды же хватает. Вы видели. Жирные куры. Едят. Уже, наверное, у них привычка. От нечего делать. Так, если бы они у меня в вольном ходили. По воле. Они бы нашли бы себе занятия. А так делать, видимо, нечего. Сидят на насестах. И колупают друг другу хвосты. Так что, ну, что есть, то есть. Все, это уже забивать пока больше не буду. До весны вот этот набор у нас остается. Хотя он еще, смотрю, старушка надулась стоит. Или холодно. Или у нее тоже депрессия осенняя. Вчера, слушайте, солнышко было. На пару часов выглянуло. Прям такая погода. Сразу все на уборку, на готовку. Такое настроение. Сейчас опять прям такое вот небо. Давит, давит. Но, если честно, я согласна, чтобы такая была зима. Не хочу, чтобы холод был, метель и дождь. Дождя нету. Вот просто пасмурная такая погодка. Все, идем за навозом. Вот видите, две кучи. Вот это Игорь с теплицей повыносил. Это будет палиться. А там весь навоз. Он постепенно упривает, упривает. И снизу прям земля чернозем. Я сейчас вилы возьму. Наверное, снизу буду набирать. Много тоже навоза не буду, а то боюсь попалить. Может, его с землей смешать. Посмотрим. Все, поля уже у нас частично перепахали. Вот там была картошка. Вот перепахана. Кукурузу тоже уже собрали. Но еще, наверное, не перепахали. А что такие у нас поля просторы. Туман и ночью туман. И навоз еще сыроватый. Я немного так взяла, типа суши. И сейчас вот этим песком, который крот вырвал, смешаю. Ну, насчет комментариев, насчет крота. Спасибо за советы. Насчет ловушки. Я, Гри, ловушку для кротов не одну, две, наверное, купил. Такая штука с таким вот наконечником железным. Типа крот идет-идет, в дырке вот это вставится. И упирается, и не может развернуться. Игорь сказал, ничего не помогает. Так они и остались у нас висеть. Вот Игорь их выкапывает. Но это надо заметить, когда крот ползет и начинает подыматься из горки. Вот тогда он бегом берет лопату и вот так вот подкапывает и выкапывает. О, пашет. Пашет поля. Видите, только сказала, еще не перепахали. Пашет. И выкапывает вместе с кротом. Крота он не убивает, он выносит его на поле. Они все-таки какую-то пользу для людей делают. Вот. А там мне еще посоветовали я для крыс. Вот, может, его пакетик положу. Но это уже негуманный способ. Но выхода нету, если я увижу, что дальше роет. Я просто эти ямки уже притоптала. Вот в эту ямку вырую отверстие, брошу. В отверстие это брошу, отраву и закрою. Ну, как-то так. Все, сейчас эту земельку сюда смешаю и пойду только по деревьям. Виноград не буду это ложить. Потому что боюсь, что спалит. Здесь же все-таки куриный перегной, а он такой термоядерный. Ну, вот, немножко листвы отгребла. Здесь вот смешала, такое рыхленькое получается. И сейчас присыплю. Сильно не могу, не буду сантиметров на родисе. Тут, тут, еще там у меня персик в малине. И у меня еще, смотрю, Игорь грябал-грябал. Листья есть. Вот, куча листьев. Наверное, листьями накрою. Вот. И уже саженцы будут утеплены. Вот такие горки понасыпала. Но их, конечно же, сдует ветер. Можно мешком спад картошки обвернуть и к земле проволокой прижать. Но у меня еще вариант. Там впереди дома у меня есть вот такие, как бы осенние. Даже не знаю, как ее назвать. Хризантема, не хризантема. Короче, вот такие кустики. Я вам показывала. Сиреневым цветут. Они меня уже отцвели. Вот. Я их сейчас ножницами так посрезаю. И пирамидками поставлю. Вокруг. И все. И они будут защищать листья, чтобы не сдуло. Ну, вот секатор. Отрезаем. И вот такие кустики получаются. И потом таким шалашиком вокруг закреплю. Что хочу сказать, здорово получилось. Очень даже красиво. Вот такие гнезда я свила. Ну, старалась чем повыше, чтобы, ну, хотя бы саженец не промерз. Корневая точно утеплена. Ну, а снега у нас почти не бывает. Если, конечно, будет снег, вообще будет шикарно. Вот эти веточки не дадут снегу улететь. Зафиксируют. Смотрите, какие гнезда. И на персике тоже самое сделала. Ну, вот и персик вот так укрыла. Он, правда, высокий. Но, надеюсь, малина тоже не даст снегу уйти, если он будет. А нет, то вот это все прикрыло. И надо будет малинку собрать. Ягодок еще много. Висит и опадает. Вот ягодки есть. Так, пошли виноград утеплять. Ну, что я палки подоставала. Что хочу сказать. Он вообще не гнется. Он просто твердый. Я пытаюсь согнуть, он там снизу трещит. Так же и тут. Такой же закоченелый. Ничего с ним не сделаешь. Это что, зрительница дала мягенький. Вот его я наклоню и все сделаю, как она говорила. Так же и тот, который там. Там мягенький. А эти, наверное, будут так же утеплять, как и деревья. Поэтому пойду сейчас, наверное, опять за навозом. Их здесь навозом удобрю чуть-чуть. И листья тоже вот так сделаю, как и деревья. Здесь пойду за мешком. Ну, все. Сейчас пойду за мешком. Навоз насыпала. К палочке привязала. Уложила. Вот так. Еще навозом удобрила свою лаванду. Нам еще показывала. До сих пор цветет. Одну вот эту цветущую сломала. Сейчас домой занесу. Пахнет капец. Так. И тут. Здесь побольше. Видите, такая лоза. Я доверху здесь уже утеплила навоза. Здесь привязала, чтобы она хорошо согнулась. Сверху сейчас мешок положу. И мешок присыплю землей. И все. И весной мешок скинула. Палочку подняла. Развязала. И вот, как она говорила, вот так лозу в одну сторону, в другую. Ну, в другую. Не знаю, как получится. Ну, как получится. Ладно, чтоб выжила. Вот. А там весной разберемся. Ну, что говорю Игоря. Еще вот эту лозу убрать. Это пускай ему виноград остается. Он кричит. Винный пускай будет. А вот это, чтобы освободил. Чтобы такая территория была именно для этого винограда. Так что, посмотрим. Все, иду за мешками. Еще земли надо набрать в тачку. Так, один виноград уже укрыла. Так, здесь. Там маленький мешочек. Здесь побольше мешок. Но этот уже кусочек мешка маленького не нашла. Так засыплю. Главное основание. Все, привезла еще земли. И сейчас аккуратненько руками, чтобы не от тяжести земли не сломать веточки. Буду аккуратно засыпать. Ну, вот так. Все, надеюсь, этого хватит. Зима у нас не суровая. Ну, дай бог, до весны все доживет. Все, пойду сейчас выбирать семена из тыкв. Вот такие две большие тыквы. Игорь сказал, что они кормовые. Не знаю. Сейчас скрою. Вроде мякоть оранжевая. Я вот тут царапнула. Стрю оранжевая. Сейчас возьму ведро. Выберу семечки. У курей вроде свет не блыкает. Но все равно, Игорь, надо будет сказать, я поменяла на желтый. Может, она не такая мощная, то не так греется или что ли. Наоборот нагрелась, то контакт нормальный пошел. И я еще что увидела. Снесли яичко. Вот, пожалуйста, пару дней свет побыл. И яичко. Потому что она будет яичко домой занести. Ну, не сказала, чтобы она сильно такая оранжевая. Да, скорее всего, она кормовая. Семечек тоже немного. Я уже думала, тут ведро. Ведро нет. Тут и миски достаточно. Сейчас я их повынимаю. Дома промою их и посушим. Ну, у этой семечки более привычные. Такие, как бабушка щелкала. Вот такие. Сейчас фокусируется, не фокусируется. Руки в перчатках. А здесь более такие. Вот такие, как прозрачные. Сейчас фокусировалась. Все, сейчас и тут выберу. Ну, уже полшестого. Уже Антошка приехал. Начинала в косынке. Не могу я в косынке ходить. Уши мне все продуло. Моя шапочка самая любимая. Самая тепленькая. Ну, сейчас уже вечер. Оно я чувствую, что вся красная, вся горю. Подсветка немножко дает, что я бледнее. Днем более лицо красное на этой камере. Все. Пойду домой разбираться с семечками. Сегодня моя работа окончена. Спасибо, что заходите. Не забывайте. Вам всего хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok